Ну не важно, прошлый раз подключил микрофон, звук был дерьмо, блин, мне надо сказать, микрофон. Так, продолжаем, микрофон не получился, микрофон звук дерьмо, как всегда надо купить нормальный микрофон. Так, друзья мои, всем привет, это канал СТК, сегодня, не обращайте внимания на моё крыло, я здесь покрасочно из своей импровизированной комнаты, это видео, которое ещё не выйдет, я думаю, что ещё неделю, а то и две, я про мой новый, или старый Линкольн, МКХ, я пишу на две камеры, и я не знаю, с какой камеры будет лучше звук, потому что микрофон я не использую. Итак, почему я здесь, да, как вы поняли, название видео, сегодня я расскажу вам о том, об электроснабжении. Почему? Потому что, если вы читаете электрический код, у вас все по-любому есть вопросы, потому что были вопросы, которых я, честно вам сказать, не мог понять до тех пор, пока я не приехал сюда, и я не начал здесь работать. Поэтому я сегодня вам расскажу основные моменты, как устроено электроснабжение домашнее, то есть residential и коммерческое, то есть... коммерческое. Почему? Не знаю, я тут что-то буду рисовать, но посмотрим. Итак, давайте начнём с residential. Самое простое и самое главное, что я вам должен рассказать, это что такое single phase. В Канаде есть два понятия. Есть понятие single phase, то есть одна фаза, и понятие three phase, то есть три фазы. В дом всегда приходит single phase, но не будьте уверены, что это одна фаза. На самом деле фазы две. Да, две фазы. Single phase – это две фазы. 110 вольт каждая фаза, 220 вольт между фазами. Запомните, это используется именно в residential, то есть в домашнем. В коммерческом очень редко, практически никогда. Single phase – 220, между фазами 110 вольт. У вас всегда есть три кабеля – L1, L2 и нейтраль. Между ними – 220. Фаза нейтраль – 110 вольт. Это очень важно, когда вы делаете расчёт, и вы видите 220, пользуясь таблицей на 220 и всё расчётом 220. Как это происходит? Напишу здесь так, рези. Это только здесь называют всё это дело. Я буду отворачиваться, а потом звук будет говно. Что происходит там, где поставщик электроэнергии, я не знаю, не спрашивайте меня. Я знаю, что у меня есть счётчик. У меня есть счётчик, к которому подходит три провода в трубе из-под земли, откуда-то из трансформатора. Дальше с этого счётчика я иду внутрь в дом. Иногда я иду в дом вокруг дома, то есть если это дом, здесь ставится счётчик. Здесь у нас находится счётчик, здесь обычно находится гараж, здесь у нас, не знаю, дверь. Это расстояние не более одного метра. Но если есть газовый счётчик, то дальше. Сюда подводится труба от Hydra, то есть из снабжения. Что у них там, как у них там обычно, там маленькие трансформаторы на столбах или в земле стоят между каждым пять домов. Это я говорю про таунхаусы и дома просто. Дома не квартиры, квартиры немножко по-другому. Итак, когда вы получили на счётчик, вы на счётчик получаете трубу, счётчик и труба. В трубе у вас три провода, рассчитанные на 200 А. Сейчас по закону все должны быть на 200 А, счётчик на 200 А. Дальше вы со счётчика либо выходите внутрь дома и дальше по дому куда хотите в панель, либо снаружи дома, если хотите. Как вам удобно. Снаружи, внутри, это уже тут панель. Вот эта панель называется Single Phase Panel 110-220. Внутри этой панели у вас три ноги. Ну, две ноги по 110 В и нейтраль. Земля. Где вы берёте землю? Нейтраль вам подаёт Hydra, то есть снабжение. Берёте землю карту. Здесь у дома выводите провод и загоняете два стержня по три метра. Два метра. По три метра по два стержня с расстоянием по три метра между стержнями. Заземление. Да? И заводите также в дом. Другой способ, так называемый Ground Plate, то есть площадка такая, ну, она где-то там 20 на 30 сантиметров. То же самое. Зарываете в землю. Это проще, но дороже. Это дешевле, но сложнее сделать. Вот. Эти вы просто забиваете перфазом. Это то, что касается электроснабжения дома. Дальше с этой панели, я так сделаю, с этой панели вы уже разводите обычным проводом. 12.2 на кухню обычно, 14.2 по всем остальным розеткам и выключателям. Изменения в новом коде. Во-первых, нельзя шерить Neutral, то есть нельзя, чтобы одна нейтраль была на две фазы. Почему? Потому что везде нужно ставить предохранители ArcFold. Они не работают, когда у вас две фазы на одной нейтраль. То есть AFCI Breakers, да? Они почти на всех розетках, кроме буквально кухни, холодильника, насоса какого-то и все. И все, что подключено без розетки, без вилки. То есть это стиральная... Нет, не стиральная машинка, простите. Это только посудомойка. Все остальное ArcFold Breakers. И то, что свет, конечно, нет. Эти провода вам дает Hydra. Она подводит вам их до счетчика. А после счетчика вы ведете уже своим, как им хотите. На 100 А, на 200 А, там же как хотите. Счетчик тоже либо на 100, либо на 200 А. В одной автомат ставится обязательно, это важно. Либо у счетчика, на счетчике бывает в одной автомат. Но на панели он тоже будет. Либо сразу на панели. Тут зависят провинции. В каких-то провинциях необходим здесь, в каких-то провинциях и там, и там. Тут все зависит как хотите. Обычно всегда на счетчике, на счетчике, на панели всегда будет в одной автомат. На счетчике зависит от провинции. Очень важный, очень важный в коде правило, которое я не мог никак понять. Это про Single Face первое. Второе, про заземляющую точку. Так вот, если у вас панель, первая панель, водная первая панель с водным автоматом в доме, имеет общую точку между нейтралью и землей. То есть, шинка нейтрали и шинка земли. Шинка нейтрали стоит на двух изоляторах. Но от изолятора до... Но от шинки к самой панели у вас идет заземляющий такой перемычка. Любая следующая саб-панель, то есть, любая панель после главной панели, не зависит от размера, не зависит от автомата, не имеет этой перемычки. Она должна быть убрана. Если у вас водной автомат на счетчике, опять же, это первая точка размыкания. В первой точке размыкания земля и нейтраль вместе, после земля и нейтраль отдельно, вы не соединяете. Все. Должны это понять, это важно, это в коде прописано. Это что касается домашнего. Еще одно правило. Еще одно правило должно быть сейчас, ну, не самое новое, но в 15-го года оно пришло. В каждой коробке соединителя должна быть и фаза, и нейтраль. Раньше делали карты. Свет, свет, свет. Соединяем по потолку, делаем так называемый свитч-луп. То есть, вниз-вверх, то есть, двойным проводом фаза пришла, фаза ушла. То есть, разрыв фазы через выключатель идет. Сейчас нельзя, потому что все хотят ставить умные выключатели, им, многим, нужна нейтраль. Поэтому сейчас, по закону, вниз всегда должна приходить нейтраль. Нейтраль, фаза, нейтраль, фаза. Поэтому сейчас, когда строят, делается коробочка, 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 перемычка, 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 и на светильнике идет отсюда. Вот так. Это сейчас так строят, ну, последние лет 5, наверное. Ну, с 15-го года вступило правило. Силу, и до этого тоже делали. Это зависит, как электрику понравилось. Вот. Это что касается сингл-фейс. 110-220. Теперь сразу для сравнения вам коммерческая, да, то есть коммерческая. Как происходит питание в коммерческом? У вас есть три фазы. 347 вольт на каждую фазу. 347, 347, 347. Нейтрали нет. Земли нет. Это то, что вам приходит от поставщика. Скорее всего, через плавки и предохранители. Иногда через выключатель, через брейкер, через автомат, но редко. В основном через плавки и предохранители. Где-то там стоят счетчики. Обычно в электрической комнате. Междуфазное. Междуфазное напряжение 600 вольт. Откуда в таблице берется 540-575 вольт? Это все на производство. Это все так называемое уже не коммерческое, это индастриальное напряжение. Индустриальное напряжение на некоторое оборудование 575 вольт. Междуфазное в коммерческом 600. Поэтому я электрик. Commercial Residential Maintenance. То есть обслуживание. А есть электрики, у которых лицензия другая. Индастриал. Я не знаю про 575. Их спрашивайте. Не меня. Я не знаю ничего. 575 никогда в жизни не видел. 575 кроме как в коде в таблицах. Что происходит дальше у нас? После этого у нас всегда идет сплитер. Идет сплитер. Сплитер по сути там 3 шинки. Таких вот. Просто чтобы разделить. Для чего это нужно? Это все сплитер идет. Со сплитера дальше вы идете. У вас идет предохранитель на кондиционер. Предохранитель на отопление. Отопление называется у нас Roof Top Unit. Roof Top Unit. То есть обогревка на крыше. И отсюда же у вас идет предохранитель. Три фазы, три фазы, три фазы, три фазы. Они обычно на 20-30 ампер. На трансформатор. Вот этот трансформер. Вот этот трансформер. Дает вам 110 вольт. Но не совсем 110. По официально 110. У него на выходе три фазы. 110 вольт. Но между фаз. 208. 208. По сути здесь 105 и 208. Примерно так. Почему так? Я не знаю. Всегда коммерческая. Три фазы входит. Если у вас три панели. Три фазы. У вас 208 напряжения. Поэтому при расчете. Вы смотрите 220-208. Это очень важно. Когда вы подключаете плиту. Например. Расчет плиты. У нее на табличке есть. То есть все работает здесь. На двух фазах. На 208 или 220. У нее всегда идет таблица. 202-208. Сколько напряжения. Сколько потребления. Это плита. Сушилка. Бывают посудомойки такие коммерческие. Бывает куктоп. То есть такая поверхность. Варочная. Электрическая. Или индукционная. У них у всех есть 202-208. Вы всегда 208-220. Вы всегда должны знать что у вас. Это важно. Трансформатор. 1, 2, 3. Не важно сколько их. То есть это все 347-600. Так и называется. А это. А это уже сколько это. Например. Обычно 75 кивей. Или 50 кивей. Кивей. Киловольт ампер. Вот отсюда у вас появляется нейтраль. L3, L2, L1. Маркировка фаз. Red, black, blue. Красно, черно, синие. Здесь красно, черно. Или черно, красно, красно, черно. В коде прописана глава номер 2 читателя. Здесь red, black, blue. Красно, черно, синие, белый. Нейтраль. И здесь же у вас есть ground. Ground. Здесь всегда идет треугольник звезда. Да. И центральная точка звезды. Это у вас та самая нейтраль. Центральная точка звезды нейтраль. Заземление. Откуда же в коммерческом заземлении? Бывает, что они приводят шину заземления отдельно. Но не часто. Обычно у вас отсюда выходит кабель рассчитанный по обычно это номер 6 копер. То есть медный номер 6 до ближайшей металлической опоры здания. То есть до баллах, до всего, до чего хотите. Вот. Забыл сказать. Здесь residential. Когда вы делаете заземление с панели, всегда нужно заземление привести еще к трубам. К фурносу. Газовым трубам или к трубам водоснабжения, если у вас медные трубы. Этого можно не делать, если у вас медная труба водяная в дом входит, то до счетчика. То есть, например, у вас здесь дом, здесь у вас есть вода, медь, дальше стоит счетчик, то здесь перед счетчика вы можете привести граунд в панель. Такая гикая смесь будет русских-английских слов. То есть у вас есть в residential, у вас есть два выбора. То есть вода, и вы можете сделать граунд плейт или граунд рот. В коммерческом обычно вы приводите сразу к структурам, железным структурам здания. Либо в панели есть, в главной панели, где все эти входы, там есть заземляющая шинка, куда ближе, туда и ведете. Тоже самое трансформатор заземляется через сплиттер. Все это идет дальше в панель. И вот эта панель, она имеет три фазы. Это трехфазная панель, 3-фейс панел. Она называется 110-208 или просто 2-way panel 208, потому что место важное у нее 208 после трансформатора. Здесь также есть нейтральная земля. Обычно эти панели болт-он, то есть они с болтиками, все автоматы с болтиками. Давайте я вам покажу. То есть у вас коммерческий автомат, когда у него есть ножки для болтиков. То есть вы ставите, болтиком прикручиваете к ногам. У residential они snap-on, то есть они просто клик-ин, и все, он встает. Ну, бывает, они там и там используются, никакого там особо ограничения нет. На самом деле, это просто, просто болт-онс не бывает такой, а такой не бывает трехфазный. Все. Дальше отсюда мы уже ведем, куда хотим. Не забываем также, что у нас есть еще панель. Это все, это все розетки. Это все розетки. В коммерческом свет 347 вольт. В 90% случаев. Бывает микс, часто идет микс. Например, офиса идет, идет 110 свет, свет офисы. А вот свет коммерческий там в гаражах, в торговой зоне, вот везде, где остальные, где нужны мощные светильники, всегда идет еще панель, которая называется 347 вольт light. То есть панель освещения 347 вольт, автомат на 347 вольт и так далее. Отсюда мы уже идем на все освещение. Обычно таких панелей не одна, но зависит от объема помещения. Если маленькое помещение, то может быть все и 110 вольт. Если нет, то панель 347 вольт освещения. Там же аварийное освещение отдельно, это уже другая история. Но вы понимаете, что здесь у вас приходит два провода, три провода. Фаза, фаза нейтраль, 110-220, домашняя. В коммерческом три фазы, 347 вольт, которая уже внутри помещения коммерческого, в каждом, вот если у вас есть, например, здание, и в нем много комнат, ну эти магазины, да, как идут, то у каждого будет стоять трансформатор свой в конце, в сзади, в комнате. и уже будет у каждого свой трансформатор, у каждого свой 110 вольт, у каждого. Это очень удобно, если магазин выезжает, выезжает новый хозяин, говорит, там угол мне нужен, чтобы у меня там был склад, а не трансформатор, переносим все туда, все просто. Вот, вот такая разница, не знаю, сколько получилось видео, еще что-то могу рассказать, сейчас я думаю, что я подумаю пять минут, подождите. Так, у меня выключился фотоаппарат, поэтому я буду записывать только на телефон остаток этого видео. Итак, какая самая сложность в коммерческом строительстве, это распределить все правильно у вас в электрической комнате. У вас всегда идет в одной рубильник с клавками и вставками. Не знаю вообще, зачем я вам это рассказываю, но... после этого всегда идет обычно вот такая труба и здесь идет тот самый сплиттер. Очень важно правильно все распределить. А здесь на полу стоит трансформатор, который подводится питание. Дальше идет панель. Это классическая схема. Почему именно так? Потому что здесь от сплиттера не далее, чем определенное расстояние, как я уже говорил, ставятся другие рубильники. Обычно идет сюда. Не из сплиттера, а он идет через рубильник. Это все рубильники. Это может быть рубильник на панель освещения, кондиционер, отопитель. У них еще бывают какие-то свои могут быть компрессора и так далее. То есть идет вот это важно. Очень важно распределить. Это занимает реально. подумать, сколько всего, что надо ставить. У всего есть свои зазоры, крышка открывается. Обычно все это очень тесно. Это самое-самое сложное. Потом стоит это все фигня. Так, все, вот, пожалуй, думаю, что я все, что хотел вам рассказать, я вам рассказал. Если вам понравилось такого типа видео, пишите вопросы, я еще отвечу на их комментариях. Если у вас есть вопросы по поводу, тоже пишите, я всегда с радостью отвечу по электрике. И вот, пожалуй, все. Не знаю, сколько вам было это интересно, но мне было интересно это рассказать. Видео про что скоро выйдет. Я уже близко. Так что вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok